Жаркие летние дни многие с удовольствием проводят, отдыхая на природе. Однако необдуманные действия, неосторожные поступки, а порой и просто невнимательность могут привести к трагедии. Чтобы этого не произошло, необходимо помнить о некоторых мерах безопасности. Именно в теплые месяцы происходит большинство несчастных случаев на воде. В прошлом году во время купального сезона в Латвию тонуло 58 человек, в том числе пятеро детей. Во время купания старайтесь выбирать предназначенные для этих целей места. В Далгопилсе есть три официальных публичных пляжа. Центральный пляж на озере Большие стропы, стропу Вилнес и озеро Шуню. На центральном пляже и стропу Вилнес регулярно дежурят спасатели полиции со своем правлении, к которым можно обращаться также, если во время отдыха была получена травма или возникли другие проблемы со здоровьем. Во время купания на центральном пляже запрещено заплывать за буйки. Если же вблизи нет официального места для купания, выбирайте те места, где водоем углубляется постепенно, а почва устойчива. В незнакомом месте нельзя нырять, предварительно не проверив, нет ли на дне камней или каких-либо предметов, о которых можно пораниться, прыгая с высоты. Если вы перегрелись на солнце, в воду надо заходить постепенно, чтобы не было резких перепадов температуры и судорог. В реках необходимо выбирать место с самым слабым течением, вблизи которого нет водоворотов и прочих опасностей. Абсолютно несовместимо с отдыхом и воды употребление алкоголя. Согласно данным Государственной пожарно-спасательной службы, большая часть людей тонет, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Напоминаем, что употребление горячительных напитков в общественных местах до выпуса, в том числе на пляжах, строго запрещено. Особое внимание во время отдыха у воды необходимо уделять детям. Разрешать им плескаться и плавать можно только на таком расстоянии, на котором взрослый его хорошо видит, и в случае необходимости может моментально подоспеть на помощь. Малышам, которые не умеют плавать, удержаться на воде помогут только специальные жилеты. А вот надувные матрасы, круги и мечи найдятся только для игр, к тому же под строгим надзором взрослых. Если вы видите, что кто-то тонет, помните, спасание утопающего может угрожать тому, кто его спасает. Поэтому, прежде всего, необходимо оценить ситуацию и свои возможности. Безопаснее всего бросить с берега веревку, к которой привязан спасательный круг, мяч или другой плавучий предмет. Незамедлительно вызовите спасателей, позвонив по телефону 112. Осторожность надо проявлять не только на воде, но и при розжиге костра и мангала. Таукупиусы это разрешаются делать только в специально оборудованных местах. Когда пикник окончен, огонь необходимо потушить, чтобы он не разгорелся вновь. Удобнее всего сделать это залив золу и углеводой. Если вы запланировали прогулку и отдых в лесу, помните, что на всей территории страны с 26 апреля этого года объявлен огнеопасный период, во время которого разводить костры в лесах и на болотах запрещено. Если вы стали свидетелем пожара, незамедлительно сообщите по телефону 112. Будьте внимательны и осторожны, чтобы это лето запомнилось только приятными впечатлениями. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Далгоповской городской думы.